Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия-1. Но прежде чем мы начнем, давайте узнаем, какую погоду обещают нам наши синоптики. В Карачево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, в горах плюс 1, плюс 6, в днем до плюс 23, и местами плюс 10, плюс 15. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем 20-22 градусов тепла. 3 мая – особенная дата для карачаевского народа. Именно в этот день, 65 лет назад, после долгого изгнания на родную землю, прибыл первый эшелон с депортированными карачаевцами. О том, как это было, о славном сыне Карачае, который помогал восстановить справедливость, открыть новую страницу в истории своего народа, расскажет начинающий журналист Мадина Бастанова. Все выше и выше поднимается раскаленное солнце, обжигает горячий ветер, и насколько хватает глаз, курица, как пожарища степь. Вокруг ни деревьев, ни кустарников, лишь потрескавшаяся земля. Как было бы замечательно оказаться у себя в горах, припасть к чистой, прохладной воде родной Тиберды, увидеть в рассветной дымке величавую попаху седого Эльбруса. Об этом мечтали все карачаевцы, по воле судьбы, оказавшиеся за тысячи километров от родного дома в республиках Средней Азии. Многие стариков, умирая в последний миг, продолжали мечтать о небе Кавказа, о глотке кубанской воды, о земле отцов. А пока что даже в тени температура превышает 40 градусов. В Азии, Киргизии, лето, помню, двор полили, вечером уже солнце зашло, и сидят все на крылечке, а из комнаты открыто окно, и у нас была радиола, и там пластинки. И играет пластинка, в которой была такая песня «Летят перелетные птицы, а я возвращаюсь домой». Они, видно, все время слушали эту песню «Я возвращаюсь домой». Среди тех, кто мечтал о возвращении на родину, было и Восханук Караев. Ему, выпускнику юридического факультета Московского государственного университета, было особенно тяжело видеть, как незаслуженно страдает его народ. Да, по нынешним меркам судьба ему благоволила. Благодаря своему образованию он занимал неплохую должность. Его уважали. Он был такой человек, который все-таки более-менее обладал какими-то возможностями. У него было много знакомств в разных сферах. И он был грамотный человек, к тому же грамотный, юридически грамотный. Он знал, где, чего и как можно, так сказать, находить какие-то пути решения вопросов, не нарушая законы. Прошел 20-й съезд. Был разоблачен культ Сталина. Но в судьбе депортированного народа мало что поменялось. Позорное клеймо – враг народа. С них снимать не торопились. Спецпереселенцы были лишены прав избираться депутатами, работать на руководящих должностях, служить в армии, учиться в высших и средних специальных заведениях. В местах поселения был установлен комендантский режим, ограничивающий жизнь спецпереселенца пределами одного населенного пункта. Карачаевцам запрещалось перемещаться, навещать своих родственников без специальных пропусков. Нарушение рассматривалось как побег и каралось в уголовном порядке. Маленькой Лейле было всего 4 года, но она до сих пор помнит чувство ужаса, которое испытала однажды во время прогулки с отцом. Он взял меня за руку, мы вышли, и, значит, пошли, такой был проулочек, типа переулка, с одной стороны высокий такой дувал, ручей там тек, я это очень хорошо помню, Арык он назывался, да? А с этой стороны дома были. И вот мы идем по этому переулку, мы прошли буквально несколько шагов, и нас останавливает, видимо, это был патруль, три человека, два солдата, и третий, видимо, был, я так понимаю, офицер, на нем другая одежда была. Останавливают и требуют у него документы. А он говорит, да я только что вышел из дома с ребенком, просто вот здесь вот по своей же улице пройтись, документы. Он говорит, давайте я принесу документы, они даже не слушают его. Я оглянулась, я ребенок сразу чувствую, что что-то не то. Смотрю, в калитку мама выглядывает, но не подходит, боится подойти. Они его забрали. На этот раз все закончилось благополучно, отца отпустили, но так больше продолжаться не могло. Нужно было во что бы то ни стало добиться справедливости, реабилитировать народ и вернуть его на родину. У него была целая когорта его единомышленников, друзей, людей одного с ним возраста, которые делали все это и шли, в общем-то, к одной цели. И все они, в общем-то, собирались, обсуждали, решали и добавляли к себе, привлекали и тех, кто помоложе. Работа шла постоянно. За плечами Басханука Караева был солидный опыт. До войны он работал следователем Куйбышевского района города Москвы. Затем уехал на Дальний Восток. До 1943 года занимал должность военного прокурора Забайкальского округа. Как опытный юрист Басханук понимал, исполнить заветную мечту народа, вернуться на родную землю, может только верховная власть. Для этого нужно собрать делегацию из самых уважаемых людей и попытаться попасть на прием к самому Хрущеву или к его ближайшему окружению. Но как это сделать? Уже потом, когда решился вопрос о том, что нужно этим конкретно заниматься, собирали, писали письма с подписями, например, письма с подписями фронтовиков, всех тех карачаевцев, которые воевали. Огромное количество подписей этим занимался Магомед Османович Акбаев был такой даватарец, участник войны, он тоже входил в эту группу. Огромное количество подписей фронтовиков и письмо с этими подписями, там несколько сотен их было, тоже было послано нашим руководителям страны. То есть подготовка шла очень активная. Не просто приехали, сели, вот мы дайте нам вообще вернуться, а до этого была подготовлена почва, для того, чтобы это можно было вообще обсуждать уже в ЦК. По районам ездили, опять же, тоже. Да, ну я же говорю, протоколы, собрания, вот они здесь все есть, где голосовали, подсчитывали количество голосов, кто, как, за что. С переселенцами местные власти особо не церемонились, хотя и уважали карачаевцев за трудолюбие и мужество, верность своим традициям. Если бы стало известно, чем занимается группа Караева, им пришлось бы туго. В тех условиях этим людям грозило реальное тюремное заключение. У Ислама Нейбовича была столовая, да? Они под предлогом, что люди пришли покушать, и в столовой собирались, значит, это тоже все оформлялось, ну, вроде случайно, там, сцепились и так далее. Вот в школе тоже, я говорила, да? То есть находили такие места, которые, как бы не привлекая внимания, вроде люди и так, и так туда приходят, но давали возможность встретиться, обсудить и решить какие-то вопросы. Помню собрания, которые они проводили, видимо, вот эти собрания, которые привели к этому решению ехать. Одно из собраний проходило в школе, где мама работала, школа в городе Фрунзе, где я тоже два года потом отучилась. Я была во дворе, мама сказала, туда не заходи. И это было где-то ближе к вечеру, она умудрилась как-то там организовать так, что они там провели собрание. После нескольких месяцев напряженной работы прошение было подготовлено, подписи собраны. Пора было ехать в Москву. Карачаевцы составили список делегаций, в которую вошел и Басхану Караев. Он сыграл доминирующую роль именно в первой группе тех лиц, которые поехали в Москву. Именно, чтобы попасть на прием к Никите Сергеевичу Хрущеву. Потому что, во-первых, был единственный юрист, квалифицированный юрист в данной группе людей. Все остальные были, военные были, так скажем, люди культуры были, люди, которые были далеки от права, от тех обстоятельств, которые надо было объяснить. Никите Сергеевичу Хрущеву рассказать, кто и как был заинтересован в депортации карачаевского народа и кто в настоящем, какие там плюсы и минусы для возвращения именно на свою родину. То, что сегодня карачаевцы могут жить на берегах реки Тиберда и Кубань, а также любоваться потрясающими видами окрестных гор, во многом заслуга Пасханука Караева, который был в составе первой делегации. Уже в мае 1956 года Пасханук Караев приехал в Москву. Это было очень опасным путешествием. Он вполне мог оказаться в Кутурске, ведь Караев по-прежнему числился врагом народа, которому было запрещено покидать места поселения. Он придумал вот такую вещь, что, во-первых, он едет абсолютно, значит, как нейтральный человек, ну, никаких документов там, при нем особо не было ничего. Во-вторых, чтобы они знали, если что-то вдруг не получится и уже действовали, вырабатывали какой-то другой план, значит, он сказал, что будет присылать каждый день открытки детские, ну, чтобы никакой, так сказать, никаких подозрений не было. Ну, детская открытка, кто обратит внимание, да, что он будет присылать открытки, и если открытка не пришла, значит, что-то не то. Вот. А если открытка пришла, значит, все в порядке. Об открытке ничего не писалось, просто привет из Москвы, и все. И вот он посылал эти открытки, вот там даты все есть там, когда это происходило. Конечно, мы воспринимали это вот в буквальном смысле как открытки, как привет от папы. Мы не подозревали, что там что-то такое, исторические какие-то события происходят. Масханук очень надеялся на помощь друзей, с которыми когда-то учился и работал в Москве. Обещал свою помощь и высокопоставленный земляк, которого включили в состав делегации. В июле 1956 года делегация карачаевцев прибыла в Москву. Суслов сказал, что секретаря ЦК КПСС уже утвердил комиссию, которая примет делегацию, но он также не применил бросить язвительную фразу. Со своей стороны я считаю, что вы занимаетесь иллюзиями. На что Магомед Акбаев, член делегации, ответил. Это не иллюзии, это борьба народа за возвращение. В конце концов, карачаевцы своего добились. Их приняли в Кремле. Для решения вопроса была создана правительственная комиссия. Члены делегации рассказали обо всех бедствиях, которые перенесли карачаевцы в годы незаконного выселения и убедительно просили вернуть их на историческую родину. Члены комиссии внимательно слушали аргументы и доводы в пользу решения о реабилитации, о возвращении на Кавказ, задавали вопросы. Разговор длился несколько часов. Это стало подготовкой для решающей встречи с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Первые лица государства на обумне встречаются на основании документов и информации, которую для них подготовили. Мы это и сейчас видим. Он с ними встретился. И уже буквально сразу же после того, как наша делегация уехала, им было сказано, что прибудет туда, в Азию, комиссия, которая будет на месте работать по этим вопросам. Комиссия ЦК КПСС. Комиссия приехала. Однако оказалось, что местные власти очень высоко ценят участие карачаевцев в развитии народного хозяйства. Отпускать их не хотели. Им даже предложили создать свою автономную область на территории Средней Азии. Но карачаевцы были непреклонны. Они хотели вернуться на родную землю. Чтобы решить этот вопрос, в июле 1956 года в Москву приехала вторая делегация, в которую вошли уважаемые люди. На этот раз им удалось встретиться с Никитой Хрущевым. В результате встречи 16 июля 1956 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о снятии ограничений по спецпоселению карачаевцев, полкарцев, ингушей и чеченцев. В январе 1957 года была создана Карачаево-Черкесская автономная область. В мае этого года первые эшелоны с депортированными прибыли на родную землю. Среди встречающих свой народ был и басханок Караев. Он приехал на родину еще в апреле. Ему нужно было объехать все аулы и станицы области, встретиться с представителями местной власти, чтобы подготовить благоприятные условия для размещения прибывающего народа. В большей части малокарачаевского, зеленчугского, урубского районов в бывших домах карачаевцев жили менгрелы, сваны, кумыки. По закону эти дома им должны были вернуть, но никто не собирался этого делать. В большинстве случаев карачаевцам их пришлось выкупать. Люди вообще не имели жилья, на улице жили, приближали, это приехали, начали возвращаться в мае, летом, а потом зима же приближалась. До этого времени нужно было как-то людей обустраивать, чтобы на улице не остались. Домов-то у многих вообще не было, землянки рыли. Он буквально сам быстрее помочь людям брал этот инструмент, которым отмеряют землю и надел и дел земли для тех людей, которые там селились. Местные органы власти помогали бывшим спецпереселенцам освоиться на родной земле, решали вопросы трудоустройства, обеспечения жильем, выделяли денежные средства в качестве ссуды. Однако эта забота была мрачна одним немаловажным обстоятельством. Реабилитации не произошло. Негативное отношение к карачаевскому народу продолжалось. Я работал в Ульяновской области после окончания Саратовского юридического института. И когда я закончил эту работу, возвратился в Карачаево-Черкесию, чтобы работать здесь в органах юстиции, то есть имеется в виду доктория. Но мне не нашлось места. Первый человек, который мне обратился по своему вопросу, это был Пасхалю, о котором речь Караев. Именно благодаря ему и по настоящее время я продолжаю работать в адвокатуре. Чтобы решить жилищную проблему, государство выделяло вернувшимся изгнанникам стройматериалы. Лес, шифер, бревна и так далее. Однако, очень часто они использовались совсем на другие нужды. До переселенцев они просто не доходили. Начальник областного управления местной промышленности Басханук-Караев не стал молчать. У меня где-то есть, я сейчас вам найду уже, докладная, которую написал первому секретарю обкома Карачаева-Черкесии Антонову, был такой Антонов, где он перечисляет все, значит, нарушения, связанные вот с выделением этих стройматериалов для карачаевцев. Некоторые уходили совсем по другому адресу. Это было очень опасно критиковать власть, однако Басханук-Караев всегда был принципиальным человеком и менять свои взгляды не собирался. Я считаю наиболее главными качествами в человеке в первую очередь у мужчины порядочность и доброта. Эти качества у него были с избытком. Более того, это был человек очень объективный, очень прямодушный. В этом человеке мне очень понравилась вот эта, его черта, разум. Умение, умение понимать человека, умение быть понятым, понимаете, умение ловить рациональное зерно в диалоге. Может, именно поэтому вскоре Басханук-Караев был назначен заместителем прокурора Карачаева-Черкесской автономной области. Высокая должность. Может, кто-то бы и воспользовался этим положением для собственной выгоды, но только не Басханук. Он хотел приносить пользу обществу и государству, считал своей главной задачей, чтобы в республике соблюдалось законодательство, а права ее граждан не нарушались. На одном из рядовых судебных заседаний Басхану-Караеву удалось разоблачить преступный сговор истца и лжесвидетелей. Его заставил сомневаться тот факт, что истец и ответчик были в разных весовых категориях. Ответчик был большим, высоким и сильным мужчиной, в то время как истец был маленького и хрупкого телосложения. Истец обвинял ответчика в том, что тот избил его и нанес ему физические увечья. Тогда Басхану-Караев обратился к участникам судебного заседания с вопросом «А как при таких физических увечьях истец оказался здесь? И где следы этих самых физических увечий?» Также он предупредил лжесвидетелей о том, что они несут уголовную ответственность за дачу ложных показаний. Это-то и сыграло решающую роль. Лжесвидетели признались в том, что они намеренно оговорили ответчика. Так Басхану-Караеву в очередной раз удалось восстановить справедливость. Тогда в органах прокуратуры и тогда и сейчас работают принципиальные люди, которым важно помочь человеку, чтобы человек потом не ходил и открывал другие двери, чтобы его решение было от сель до сель было окончательным, чтобы человек после этого получал именно оставался полноценным гражданином. Такие люди без принципов не могут быть. Они всегда принципиальны, всегда честны, всегда порядочны. Я считаю, мое глубокое убеждение, именно таким был подсканул Каталд Геречко Рахов. Было очень громкое дело, когда он работал заместителем прокурора. И он разоблачил целую организованную группу, которая в больших масштабах занималась хищениями в промышленной сфере. И там были замешаны даже очень крупные чиновники у нас. ну и вот после этого да, и он довел все до конца. Ну после, я не буду называть никакой фамилией, но после этого на него изо всех сил начали искать компромат. Вот, и очень сильно ему попортили жизнь ему и маме. Естественно, что у Караева появились недоброжелатели, но это не испугало его. Вскоре Басханук Адельгиреевич возглавил коллегию адвокатов области. Как и в прокуратуре, его главной задачей стала защита прав граждан, соблюдение законности и справедливости. Но и здесь Караев соблюдал свои принципы. Был хорошим адвокатом, настоящим профессионалом, которого высоко ценили не только его подзащитные. Басханука Караева включили в президиум коллегии адвокатов Ставропольского края. Его постоянно приглашали на заседание и ставили в пример. Адвокат на схват это говорит о его работе, о том, что о нем уже молба пошла по всей Карачаево-Черкесии. И все приходили к нему, просили Пасханук Адельгиревич, возьмите наше дело, посмотрите наше дело, помогите нашему горю. Все это было именно в нем. Десятка три-четыре, начиная с 84-го года, я могу рассказать про тех людей, они по всей Карачаево-Черкесии. 24 сентября 1988 года Пасханук Адельгиревич Караев ушел из жизни. Его судьба, полная подводных камней и крутых опасных поворотов, была похожа на стремительное течение родной Тибирды, на берегу которой он родился и вырос. Жизнь ставила перед ним трудные, порой неразрешимые задачи, но Пасханук Караев смог достойно пройти свой путь, остаться верным своим правилам жизни. Все течет, все меняется, неизменным остается лишь одно, добрая память о человеке, который сделал так многое для возрождения своего народа. Светлая ему память.